Добрый день, меня зовут Валерий Юрьевич Мацнев. Я жертва Иисуса Христа, так же как и вы. Хотя, возможно, вы не знаете об этом, не понимаете этого. Думаете, что это был любой Бог, но то что-то не так, я с ним в другом виде. Сейчас я хотел бы сказать о Ханкославе. Ханкославе это позитивная религия, хорошее настроение, которая, в отличие от других религий, программирует именно позитив, счастье и удачу. О других религиях. Не надо думать, не надо строить иллюзии, что это служение какому-то Богу. Думайте какому-то Богу, тем более, если это не старик, сидящий на облаке, как представляли его религии раньше. Смотрите статью на сайте жопах.нк.ру Почему коммунисты вкали Бога на небесах. На облаках. Или тем более, если это какой-то невидимый разум, который создал Вселенную, все знает, и всемогущ, и всемогущ. Ему нужно или заставляет какое-то удовольствие, чтобы приедем стоили на коленях, назывались в своем романе, читали какие-то бессмысленные тексты. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй... Ставили свечки. Стояли и просили что-то унарисованного в картинах на самом деле. И все остальное. Не кажется ли вам, что это глупо, верить в это взрослому человеку? Тем более, в нашем веке. Поэтому очевидно, что никакое-то неслужение Богу. Никакое-то неслужение какому-то Богу. Вам еще не смешно, не стыдно, если на самом деле не раздумывались над этим и верили в такую чушь на самом деле. Мне было бы стыдно. Тем более, в нашем-то веке. Мне было бы стыдно. Но я бы это признал. Потому что говорится, умным покажешься, дураком окажешься. Поэтому я могу признаться вам, что я дурак. Дурак, который понял, что его дурачит. Дурак, который понял, как его дурачит. Дурак, который понял, почему его дурачит. Я надеюсь, я не буду дураком от того, что хочу вам это рассказать. Но об этом в предыдущем файле о сути религии. А сейчас, на самом деле, я хотел рассказать о Ханкославии. Сейчас, как можно короче и понятнее постараюсь рассказать о Ханкославии. По сути, религии это программирование. По крайней мере, три самые популярно известные, имеющиеся одни иудейские корни. Если вы не знали, все они и христианство, ислам, судны, родились из иудаизма. Их так называют священные писания и их, так называемые священные писания, созданы из него. Ну, неважно, это другая тема. Но об этом я подробно рассказал в видео о сути религии. Короче, видео программирование на негатив. На негативное настроение. Этим вынимают из людей все самое плохое. А потом с этим борются. Спрошу-то, а как жизнь не мы? Если бы не мы. Церковь существует для того, чтобы земля прородилась в рай. Для того, чтобы она не прородилась в рай. Но, блядь, они же и тащат нас в этот ад. Но, на самом деле, я пытаюсь его предупредить. Кому-то может показаться, что они несут какие-то знания. И откуда, например, мы узнали о Боге и степени. Но, на самом деле, они только все заботают. Но, не хочу пытаться, я полчаса рассказал об этом в предыдущем видео. Еще не все рассказал, на самом деле. Ничего говорят не только о книге Стархова. До русских богов. О, блядь! Разрушить христианство два счета. А что вместе с него? Давайте вернем веру предков, язычество, и будем верить в тех богов, носить на шею те символы. Я пробую, я вот носить вот такие символы. Господь нашего хрена. Он на едином тренинг, я по-моему, скажу. Носить на шею те символы и так далее. Или так. Ну вот. Ну, во что-то нам же нужно верить. Ну, а что-то, может, и не нужно, а не в учебной ложь. Ну, я предлагаю веру и здравый смысл, критическое мышление и видеть мир таким, как он есть. Есть то, что называют богом, то, что называют любовь, что-то есть настоящее, да. И вообще, на самом деле, еще не так уж плохо, как можно показаться. Поэтому не надо ничего придумать. Поэтому мы предлагаем Хаинкославье. Вот. Концепция я нарисовал. Ну, я так нарисовал, потому что, потому что, потому что будет смешнее, чем профессионализм делать. Потому что подумал, что от руки будет смешнее. Да. В религиях существующие абсурды и противоречия для того, чтобы предстоит замечать другу, не задавая лишних вопросов. Вот мне в одной церкви сказали, когда я вы слишком много вопросов задает ли я расчет. Отвечать, думать. Хаинкославье наоборот. Для того, чтобы замечать, находили и находили в другом. Противоречия абсурда. Чтобы люди учились, задавая вопросы и думать. Вот, например. У нас Единобожие. Хаинк – это Единый Бог. Но он состоит из трех раздельных существ. Это сам Хаинк. Сын его дейнорный. Кутающий макаронный мост. Смешной макаронный мост. Так на самом деле он называется. И Дух Святой. Это зеленая. Это святая зеленая невидимая утка. Вот они забрали на дух схематичном. Все правильно, все логично. Нельзя не противоречить. Это религия хорошего настроения. В отличие от христианства. И Хаинк заповедовал, что тот, кто мало смьется и мало улыбается, тот попадает в ад. А, это ужасное место. Оно именно такое, каким его описывал Данте, божественной комедии. И на самом деле они все серьезно в том веке, да? Так это представляли. Эта комедия тогда имела другую совершенно смысл. Может почитать об этом. На странице. Может это вам разума? Страком. Да. Масштабы маразма, страх и жестокость христианства. Ад. Это вот такое место, как описывал Данте. Все-все ешь. На самом деле так представили. Честно, я рассказываю, что не так. Это истина была открыта мной, когда я писал страницу масштаба маразма о смехе и веселье. На садежок хампуточку.ру И узнал, что христианство очень боролось с тем, чтобы мы смеялись и улыбались. В такой степени, что наказали не только того, кто рассмешил, но и того, кто рассмеялся. Или наоборот. И из опыта, когда мне нужно было прочувствовать состояние ненависти, злости, любви, прощения, заметить, какие образы и мысли идут, это очень важно. Стало понятно, почему я так думал, почему так поступил, как оказался такой шопинг. Как тогда. А также, как людям голову накручивается этот религиозный бред, который я слышал. И как нас делают педофилами и гоносексуалистами. Это, кстати, новая игра, оригинусная гоносексуалистами, которую нам пытаются навязать, чтобы сделать славно. Славный и ключисть за вас. Как навязать такие мысли, которые мы все равно имеем за свои. Это и смех. Проговорится, лучше лекарство. У нас только две запахи. Не бить попу. Не ковырят носу. Чтобы, например, показать, как действовать, постоянно повторяем какой-то мысли. Подумай о запахи, не ковырят носу. И нос уже начинает чесаться. Хочется покворяться. Но у меня грех. Хотя, люблю это тему. Любил, пока не опознал о запахи. Не знаю, насколько реже я стал это делать, но от запахи приходится чаще с этим бороться. Они вот так и работают. Сами же подсаживают греховные называют мысли. А потом с ними борются. А сами подсаживают и делают вот так, чтобы захотелось. А почему запахи не бить попов? Потому что я их очень люблю и не хочу, чтобы их били и обижали. Потому что... почему их обижают на самом деле бьют. Потому что нет религии, которые это запрещают. И вот на странице масштаба маразма конфликты из-за религии терроризм в теме гоняйных христиан я собрал ряд примеров на видео, на которых рассказывается об этом. Некоторые создают ощущение, что они этим как будто гордятся. поэтому... поэтому с этим надо бороться, что их бьют. И вот почему их бьют. Потому что это большое удовольствие. Но греховно. Но греховно. Это грех. Грех. И сейчас, как и до революции, считаются домные приметы и стрельп попа. Смотрите страницы религии до 1905 года к теме революции относились хуже, чем к черным кошкам. кстати, жобухонка.ру Естественно, человек может увидеть папа, подумать, что, блин, сегодня будет неудачный день. Сегодня как несчастный учиться и захочет его ударить. Но нет религии, если бы он был хонкославный, то он бы понимал, что это грех ударить папа, бить папа, издеваться папа. Но нет такой религии. Поэтому такие вещи происходят. Нет религии, которые запрещают и говорят, что это грех, грех, грех. И вот, они на меня, наверное, будут недовольны такой борьбой. Но это на самом деле делают так и вызывают желание, говоря, например, это удовольствие. Обо всем про чувства поэт. Представляет, как можно чаще вспоминать, думать о том, чем они борются. Или даже так, чтобы сами в этом вспоминали, думали, винились, испытали разные негативные чувства. Поэтому грех все больше проникал в сознание. И чем больше с ним боролись, тем больше хотелось. и сами не понимали, почему. Эта борьба была как движение в болоте. Чем более активно пытаясь из него обраться, тем больше засасывал. А надо понимать, а не того, как такое желание возникает. Что на самом деле произойдет если вот так же бороться за то, чтобы их не били. Что это удовольствие. Говорить все время, что это удовольствие. Кайф, от которого нужно себе отказать, потому что это грех. Все время их обвинять в том, что они виноваты во всех больших проблемах. Что люди нехорошие и лживые. Скажем так, что меня обидит, чтобы меньше было оснований для жалоб на кредем. и при этом говорить постоянно. Повторять, что нельзя обидеть попу, это грех, потому что это грех. все получается на самом деле они на словах добиваюсь и к чему это приведет. Я уж не буду говорить, чтобы не убивали, потому что на самом деле не желаю ничего плохого. что поняли и вынести это на общественное обсуждение. Обманутые люди на самом деле, которые делают злочесные веды, что говорят, как в Библии написано которые постоянно приписываются. А некоторые вполне сознательно и прекрасно все понимая, что делает. Но им как минимум все равно. И вот они-то думаю будут наиболее реально доказывать, что я не прав и мешать мне. Пытаясь сохранить как можно больше своих богатств. Но от этого только больше потеряют. Далее священное писание ханкославии это анекдоты. Всякие смешные истории и тому подобное. Потому что смеяться и улыбаться это Богу угодно. Богу угодно смеяться и улыбаться. А кроме всего прочего они развивают сообразительность. Потому что если догадаешься смешно догадаешься нет. Ну конечно много есть настроение. А в христианстве например наоборот. другая тренировка. Нужно в том что написано увидеть тот смысл которого нет. Тот которому убеждают и даже в глупости увидеть мудрость. На сайте жопах христианстве я привожу много примеров поэтому перечислю некоторые страницы для того чтобы вам было проще убедиться в этом если непонятно или не согласно. Эта страница в Библии однозначно утверждается что земля плоская. они вполне удачно убеждают что там написано что круглая смысл шар. если бы ученые спросили они сказали вот тогда говорится но поскольку не спросили много много веков считаю что она плоская как жаль смотрите на странице вырезку из фильма ушло имена страницу что такое царство небесное или Божие и там же что значит слова Иисуса царство Божие внутри вас есть там оказывается есть три единственных истинных толкования этого значения совершенно разных значит совершенно другое но все равно есть страница возлюби ближнего как самого себя приобретает типе друзей богатства неправедным страницами и множество других думаю долго перечитят некоторые недописанные например страх божий тот тот самый страх они теперь часто убеждают что страх божий это не тот самый страх это типа благовения почитания и тому подобное для примеров которых четко говорит совершенно обратно то есть что страх божий это как раз тут самый страх это страшно страшно что собаку укусит или перед другой причиной боли с которых ничего не сможет поделать вот далее на странице священная история от святого валерия когда святая утка накрякивал мне гимн господу Ханку и в процессе написания вдохновился наставлением таблички между славянем и другими религиями она очень большая подробно но короче у нас все лучше хотел бы выделить что у нас то что называется заключение брака называется по-христиански заключение брака называется заключение любви у них рай за страдание у нас рай за счастье у них секс секс от грех грех что-то грязное и порочное а у нас это таинство любви у них размышления загробной жизни чтобы стало страшно а у нас для того чтобы сделать лучше земное там подробно описано чем побью дискер водички и вообще во всем наша религия лучше и мы можем забрать функции традиционных религий со временем чтобы они исчезли но тем не менее память о них о них всех сохранилась в ханкославии чтобы был обрет не повторился больше никогда а верующие скажем а верующим скажем что их обманули на самом деле для того чтобы попасть в рай нужно как можно больше смеяться и улыбаться в этой жизни а лучший способ для этого кого-то любить то есть испытывать чувство любви и счастья от этого а не страдания и жертв хотя ради любви иногда приходится страдать и чем-то жертвовать это нормально но не надо делать из этого культа искать и стремиться к этому как учит христианство а то старушек пугайте пипец блин вот например на странице масштаба маразба страх жестокого христианства есть такой отрывок видео что бабушка православная даже боится спать ложится что бабушка православная даже боится спать ложится если на ночь правила не прочитает сейчас покажу вам видео даже боюсь что вечером не прочитаю даже боюсь спать если не прочитаю правила и вот утром а когда вот это безбожие было все равно было хоть без что вот до чего дошло боится бабушку уснуть если не скажешь на коленях или в позе просительного знака господи помилуй господи помилуй господи какая она грешная что она раб божий убога ленива несчастная еще пусть лучше боится не посмеяться перед сном и не полыбаться кстати еще пусть еще чуть не забыл у нас верующие называются партнером партнером не рабами партнерами партнером строительство царства небесного еще можно стать при жизни святым апостолом даже богом на странице священной историей святого валерия об этом подробно а еще у нас есть молитвенники молитвенники за рождяев трещин это бодибилдеры молитвенники за силу это полурифтера молитвенники за мост за шахматисты какими сильными и там есть градация молитвенников молитвенники за науку за науки всякие за физику и физиков за химию и химиков за математику и математиков в общем это люди чего-то добившись вот и вот такие иконки я хочу выпускать как например прототип иконы 100 варьер еще покажу картинку продать иконы святого валерия я опубликую его сайте вот здесь татуировки лигу господних вот здесь это называется вместо крестиков что он здесь будете носить смайлик такой повесен вот и на одной руке написано улыбайся ли подешу от и там тоже лиги господних лиги господних не разные на каждом пальчике разные лиги господних я надеюсь вот найти спонсоров сделай все татуировки такие вот бабло побождают зло но не бей попов на дно руки я не хочу делаем на самом деле вот это валерия специально улыбает на плечах пальцы сосках татуировки видел господь но я выложу на странице вконтакте можете потому что это проект иконы вот и хочу пускать такие иконы продавать такие иконы не продавать а дарить за деньги дарить за деньги мы же легли организоваться мы ничего не продаем мы дарим за деньги чтобы они были вместе с изображением нашей своей троицы и висели как защитные талисманы других людей и на всех дверях и в углах вместо распятия изображений убогих оборванных несчастных на православных иконах много уже написал смотрю это что-то есть ускорить но я не помню в общем суть в том чтобы создать новую мировую религию которая заменит все функции существующих и будет раскрывать суть и действия других религий служить вечным напоминанием об этом бреде и почему такое было возможно и как произошло и мне для этого нужно заинтересован прекращение прекращение этого религиозного бреда люди и день но главное люди люди для которых будет много денег всем работа такая как у конкурирующих церквей только они сьют негатив и собирают материальные а мы будем сеть позитив и вот еще как в хранкославии молиться в христианских религиях это значит стоять в позе вопросительного знака склонены головой на колени униженного позе униженного забитого человека чувствовать себя при этом естественно плохо если вы в такую позу понимаете грустно кислорожен в условиях часто не самых комфортных и приятных что-то вормотать про себя и вслух привыкая к этому состоянию макославие наоборот это значит прямая спина плечи расправлены на лице улыбка и привыкать к этому состоянию вот что значит молиться молиться значит осанка плечи расправить и вот так улыбаться полезность доказана курсами Нарбекова например это смеяться улыбаться и вообще быть в хорошем настроении искать за что можно поблагодарить Господу нашего Хэнка говорить о том какой ты хороший сильный позитивный и так далее в общем называть себя самым лучшим словами в отличие от христианства в общем если кратко то вот такие психологические психологические юристические курсы и могут быть разные варианты схемы работы как у церквей только вместо пожертвования собрать благодарности еще кстати про гимны на странице священной истории святого Валерия я придумал четверостишки это не было откровения о четверостишке это не накрякну о том что значит быть только славным по мотиву стиха одного православного фашиста вот на площади он читал он читает быть русским это значит быть будь русским читай по основности будь русским это значит быть святым расистым экстремистым жидобоим так сейчас читаем так 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 Быть русским Значит быть цветы Расистом, экстремистом, жидобоем Мишенью стать для всех исчадий зла Вкусить душой небесного почета Разбить стекло и выйти из стекла Шагнуть в окоп великого полета Рвануть бетон и выйти из стены Из серых масс, куда нас заготали Мы, дети, наши будущие страны Ну, дальше вот «Види прорвалась» Это есть фильм Григория Баранова Российский православный фашист После этого, по-моему, будет Мишенью стать «Разбить стекло и выйти из стекла» Шагнуть в окоп великого полета Ну ладно В ханкославии Вот Стих Каким должен быть ханкославный Вот снимал наша религия, кстати, смотри Это лит Господень Который един, внутри един Это не на Божие Несмотря на то, что Богов три Несмотря на то, что Он состоит из того Существа один Это не на Божие Все лично, все правильно Быть ханкославным Значит быть смешным Веселым Позитивным Сексуальным Шагать по жизни весело и бодро Ища во всем и смех И позитив Ходить по местам славным Служащим в вере ханкославной По храмам Божьим Благодаря которым Сильней и здоровее Стать мы можем По молитвенным собраниям Ангелам Божьим По молитвам которых Обходят нас Страдания Жаждущие люди Ну и дальше Вот так он Духим Так На самом деле Еще много могу сказать об этом Просто Некачество Видео было очень-очень многим Но суть в том Что я хочу создать Новую мировую религию Которая заменит Все остальные Будет вечное Напинание о них О их бреде О том Как они работали На самом деле И как такой Бред был возможен Еще для этого Людей Интересуются Новый способ Для Качественной Кривизации Этого проекта Кривизации Кривизации Этого проекта